Как сделать зиму яркой и теплой придумали в Нижневартовске. Для этого нужно объединиться и дать волю творчеству. На выходе получается укутанные в шарфы улицы арт-волонтеры. Вяжут для деревьев фонарных столбов и скамейк разноцветные аксессуары. А затем заботливо оборачивают ими городские скверы. Летом в рамках проекта «Ярче город» вартовчане украшали улицы граффити. Зимой на смену большим рисункам пришли вязаные аксессуары. Зачем улицам теплые вещи, узнавала Елена Составова. В Нижневартовске сегодня идет снег, дует ледяной ветер. В целом очень холодно. И мне кажется, что в эти шарфы с удовольствием укутались бы сами волонтеры. Но они достанутся столбам. И все же, несмотря на то, что это уличные украшения, глядя на эти теплые, яркие, замечательные шарфы, на душе становится теплее. Первым вязаные обновки получил сквер космонавтов. За ним – Рябиновый бульвар. Такой способ сделать город ярче нашли молодые активисты. Ярмбомбинг буквально переводится как «бомбардировка пряжей». Разноцветные украшения поднимают настроение, делают улицы города позитивнее. Ярмбомбинг – это часть уличного искусства. То есть, по факту, это тот же самый граффити, который нарисован художником. У нас это то же самое. В принципе, здесь это еще под такое усмотрение горожан. То есть, это мы сделали для горожан. Соответственно, горожане тоже могут присоединяться, вешать свои шарфики, присоединяться к этому уличному движению. К акции активно подключились серебряные волонтеры. В связи с ограничительными мерами они постоянно находятся дома. Разнообразить вынужденную изоляцию помогает вязание. Добровольцы доставляют пожилым людям пряжу. Затем забирают связанные вещи и украшают ими улицы. Проект объединяет жителей Нижневартовска самого разного возраста. Одной из первых в акции приняла участие председатель городской общественной организации «Ветеран» Нелли Петровна Ежукова. Нелли Петровна, здравствуйте. Видно меня, нет? Здравствуйте. Как и обещал, ваш шарфик очень красивый. Мне очень понравились такие цвета гармоничные. Мне кажется, он будет здесь на видном месте. Это вам спасибо большое. Молодцы, ребята, молодцы. Ветер сильный, да? Сильный ветер. Берегите себя. Спасибо, Нелли Петровна. Спасибо вам большое за участие в акции. Каждое полотно подписано. Так можно узнать имя автора. Кроме того, на украшенных аллеях размещены QR-коды с отсылкой в группу проекта. Там любой горожанин может оставить заявку о своем желании поучаствовать в проекте. В дальнейшем он получит инструкцию и бесплатную пряжу. Акция набирает обороты. Все больше вартовчан хотят сделать для города красивый наряд своими руками. Кстати, украшать планируют не только центральные улицы. Обычные дворы тоже со временем заиграют яркими красками. Елена Составова, Дмитрий Килин, телерадиокомпания «Югра», Нижний Вартовск.